Привет тебе! Привет тебе! Итак, сегодняшняя тема разговора это про зиму, это бонус будет такой, бонус будет про зиму. Так, что, поехали. Не так давно в обществе самого себя на заседаниях чайных был мною составлен доклад о том, что Земле просто необходимо глобальное похолодание. Согласно летописям, такое явление уже наблюдали первопредки. Замерзшие реки огромные, тогда в жизни первопредков городов еще не было. Земляне жили среди высоких деревьев, вот подобно этим маленьким кустикам, но были огромные гигантские километровые деревья и среди них жили земляне, среди животных. Феномен того времени был и оставался всегда природным. Деревья даже в такие зимние времена, во времена ледникового периода были лиственными. Не только ели, березы, но были еще много других видов, которых уже на Земле не осталось. Но были другие виды, которые давали плоды и пищу, и они были лиственными. Даже во времена глобального похолодания, где содержалась высокая температура, минус 50, минус 70, минус 80, сугробы были высокими и пушистыми. Плоды деревьев сохраняли свои свойства роста и были пригодны в пищу. Источники пресных вод не замерзали. Лесные жители могли пополнять водные запасы с лихвой. Не замерзали также малые реки и озера, покрытые льдом. Стоит отметить, что в чаще лесных джунглей продолжали свои жизнедеятельности ягоды и грибы под снегом, под слоем, под толстым слоем снега. Природа была добра ко всему живому и каждому лепесточку деревца, в каждой травинке. Трава также оставалась и была зеленая. Живые животные, флора, фауна могла выдержать столько холода, сколько могла выдержать жизнь самого растения или стопа ноги животного. Жизнедеятельность корневой системы не была под угрозой. Причем известно, что этому виду жизни, как уже свойственно наблюдать, этот вид жизни был кочевой. Что даже ягоды и грибы, и животные, и всем, чем питались разумные того времени, кочевали с места на место. Если они по каким-то причинам надоедали или слишком щедро питались, тогда еда покидала те места и поиски пищи продолжались. Но это было очень весело, поскольку природа была добра к стопам животных того времени, глобального ледникового периода. Это красочная картина моих взглядов, хотя многие ученые утверждают в обратном. Якобы это были примитивные получеловеки, полуобезьяны с большими шерстями по всему телу, хотя это не ужасное уродство, хотя, может быть, так и было. Эти получеловеки безжалостно, едва освоив огонь, кровожадно догоняли, убивали в мороз быстрых и более выносливых четвероногих зверей, и съедали их буквально в мертвом, в сыром виде, либо жареном на костре. Это утверждают некоторые ученые. Но мне видится все-таки другой взгляд, потому что гоняться никому не приходилось, все питались растительной пищей, и не потому что они были ленивыми, не хотели гоняться, а просто потому что они жили для того, чтобы жить. Это была жизнь в ледниковый период, где свободно могли перемещаться животные, и им не было холодно, потому что была вера Господа в природу, и природа была щедра и добра к живым существам. На эту тему деятели самостоятельные, типа меня, и ученые серьезные, выдвигают абсурдные версии одну за одной, одна версия абсурднее другой идеи. Ледниковый период был не единственный на этой планете. В те времена снег и лед можно нежно ласкал ноги животных в довольно низкой или высокой температуре. Для наших дней даже минус 50. Сейчас не спасает от холода в такой мороз даже зимняя обувь, чтобы просто постоять в лесу и понаслаждаться природой. Даже при минус 30 идешь и от холода мерзнешь. Ледниковый период заслуживает внимания и рассмотрения. Поверхность планеты была в остывшем состоянии, то есть в спокойном, умиротворенном состоянии, не было конфликтов и воевать было не за что. Были покрыты обширные поверхности планеты снегом, буквально вся планета, за исключением больших источников океанов и тому подобное морей. Его белоснежный слой снега и льда отражает свет солнца. И погода была стабильной. Феномен Господа присутствовал буквально во всем. все дышала и жила и старалась спрятаться или... не старалась спрятаться или умереть от холода. Даже растения могут покидать место своего обитания, не говоря уже о том разуме растений, что они могут выбирать свойства жить им или не жить. Движение льдов в океане было стабильным и привлекательным для жизни. Это тоже жизнь. Земля вращается вокруг светила и это было заметно всем живым существам. Они были высокоинтеллектуальные животные. существовали в зимней... существование на зимней планете исследователи придерживаются данной теории. Многие исследователи придержатся моих мыслей. И эти исследователи, которые придерживаются моих мыслей о глобальном зимнем периоде, земляне с развитием вегетарианства, ведь в тот мир было лишь одно вегетарианство. Животные жили... земные твари жили для того, чтобы жить. И на земле царство вегетарианства было. Считалось и уже давно считается. Лично мне пришлось об этом задуматься буквально недавно в связи с прекращением курения и распития спиртных напитков. свежесть в голове не перестает пребывать. И тело само по себе задумывается, само по себе думает. И думает о холодном периоде, снежном периоде. И чтобы мое тело окружалось постепенно природой. И, конечно же, не потерять ни одного элемента принципа вегетарианства с ходом жизни. Когда климат изменится, многие вещи совершать не придется. И уже много будет поздно совершать. А подготовка и образ жизни будет кстати и не потеряет смысл. Естественно, это будет всем назло. Ученые вспоминают, что после довольно долгого продолжительного холодного периода бытия были упадки для тех жителей температуры, с которым немногие справлялись и злились на Господа. Примерно как сейчас самолет летит, вертолет летит, летательный аппарат, и мое тело злится на него, прогоняет, ругает матом. Его двигатель начинает работать все сильнее и сильнее, громче и громче, чтобы запикать мой голос и чтобы не было слышно. То же самое происходит с внешностью, с волосами, с бородой, совсем буквально. Ученые это доказали и вспоминают, что после долгого продолжительного холодного бытия вегетарианства был упадок социальной жизни для всей планеты в галактических понятиях. Для тех жителей температуры, с которыми они привыкли справляться и жили не тужили, немногие справились и злились на Господа, на природу. Господь в отмеску и обиду жарил планету как только мог. Многие приняли это за эволюцию, многие земляне приняли это за эволюцию, многие приняли то, что им придется подчиняться, преклоняться перед новыми погодными условиями, начали наслаждаться. Поколение сменяли поколение и это стало нормой вещей – прогибаться под природой, под Господом и не вести против него войну. У многих землян были целые войны с природой и внутренними принципами, потому что это отражало, погода отражала их внутренний мир, что холода не было, животные начали поедать друг друга. Холода возвращались около 15 раз на планету, но так как информация была уже утеряна, поколение меняли поколение, эти холода возвращались ненадолго. Но все-таки земляне не смогли справиться с капризами природы даже в те времена. И полосели от жары, буквально полосели от жары, и они потеряли свои шерсти, волосы, ногти бывалые, зубы, силу свою потеряли. И умеренный свой климат, настроение и свой гнев былой, гнев вернулся в их тела, ворвался в их тела, и былые холода пропали. Жизнь изменилась, поколение меняли поколение, и процесс мышления, вегетарианство и тому подобное, ледниковый образ жизни канул со временем в летопись. Вот такой изменчивый роман климата. Такие аномалии, как лед в тропиках, уже многих не удивляют. Большинство бьют сейчас тревогу в связи с тем, что тают льды. Причиной этого служит технологическая деятельность землян, современности. И современность этой была в разных поколениях, современность была своя. Сейчас это технологическая деятельность. Земляне современности, которые уже больше любят своего хома, свою ганешу горячую, чем пытаются вести с ним обидные войны и оскорбления на эту свою техническую любовь, влияющих на изменение климата в обществе и упадки настроений и тому подобное. Политика. «Однако есть достаточно авторитетное мнение, согласно которому потопление и похолодание может происходить одновременно». Это замечали ученые, что в связи с технической эрой где-то на планете аномальная холода, а где-то аномальная жара. И все это происходит одновременно, когда с точки зрения здравого смысла на планете должен быть единый климат. И прежде чем говорить о вероятности такого явления, как глобальное похолодание, но стоит еще напомнить о природе. Вспомнить первое время, когда все было как летом, но зимой. Летом уже в нашем понимании, но зимой уже в нашем понимании. И даже бабочки летали в те первопредки, в те первые времена. Было очень много интересного всего, но это была зима. Жалко, что зимы нет и в наше время. Но мое тело видит, что в ней что-то очень прекрасное в этой зиме. Поскольку алкоголь выходит из крови, сигареты последние выйдут. Через года четыре, через пять лет последние сигареты прекратятся. И легкие начнут очищаться. Начнет очищаться трахея и все остальное. Организм будет все чище и чище. И, конечно же, надо сбежать на природу в прекрасное. Имеется в виду, жизнь будет происходить там, где природа. Где индустриальная индустрия черной машины не остановит свой очаг деятельности. И будет дальше плавить снег, потому что смешно жителям планеты. Они уже так привыкли. Это их жизнь, это их дети. Они дети технологии. Похахатываются эти дети технологии, образуя временные заморозки. В угоду своим желаниям. Вследствие деятельности искусственного интеллекта. Они научились это делать. Искусственный интеллект и технологии, техническая деятельность, которая работает без тормозов и днем, и ночью. Люди смеются и упарываются кислотой и всяческими видами наркотиками, интеллектуальной, искусственного интеллекта. Всячески сходят с ума в своих фантазиях. Благодаря каждой... У каждой своей ячейки есть свои родовые отклонения. Эта кислота и упарываться смехом, так называемые люди, они помогают осознать результаты этого явления, как безболезненное пребывание в гунах, в которых находится планета сейчас. Это гуны технологические. Это только начало. Начальные гуны технологической технологии. У многих человекоподобных нет выбора, и многим неохота переходить на вегетарианство и думать, как думали первопредки, находясь в холоде. Так как бытует мнение уже давно и только в наше время убеждение о том, что мясная пища не дает телу и сознанию войти в конфликт с технологией, с техникой, с машинами даже. Это что же техника? Бензин, вся эта сложная система, которая так горячо любима землянами, приобрела дух и сознание, даже машина духовная и сознательная. Это целый интернет. Это техника, предсказатель дня. У техники интересуются уже своей жизнью. 99% моей планеты не являются вегетарианцами, и поэтому их прогресс в здоровье совершенно иной, в психике совершенно другой. Описание того, что происходит с телом в момент конфликта с техникой, безразумно, и не стоит этого делать. А подстраиваться под 99% жизни – это полный бред. Разумеется, мясоеды глупые и недостаточно разумные. И недостаточно разумные для того, чтобы 1% населения моей планеты называл их человеком. Это хуже животных, хуже зверей. Это элементы. Это болтики в машинах. Это машина для меня, для 1% уже более разумна, чем 99% биологической жизни моей планеты. Человек – это машина, а не человек – человек. Это надо усвоить и понять. И прямоходящие доходяги, восхваляющие своих петухов – это всего лишь мода. Также виновата в том, что на планете глобальное потепление и климат больше тропический. Зимы нет. Даже поклонники зимы, лыжники и сноубордисты, которым появляется некое уважение, не могут ничем помочь. Даже самим себе, потому что они очень любят зиму и хотели бы проводить в снегах больше времени, чем в грязи и слякоти. Работа промышленных предприятий, которые поглощают кислород, ставит очистительное сооружение, поскольку это уже мир ячеек элементов. Элементарный вид, технологический вид, вид персональный, семейный вид, маленьких кучек населения, ставит очистительное сооружение дорого и невыгодно. Да и кому-то надо. Никто и не имеет такого образования, чтобы ввести собственную страну, собственный мир. Этим занимаются их петухи. Поэтому во многих странах, особенно в развивающихся, этими мерами пренебрегают. Автомобили, выхлопные газы, которые не только отравляют воздух и негативно сказываются на здоровье 1%, Да и у этих 99% здоровья уже нет. Надеюсь, у просвещенных в других мирах машины сами пукают кислородом. И им намного лучше, чем мне. Но и активно выделяют углекислую кислоту. Это очень вредно. Наши машины в моем мире выделяют углекислый газ. И это очень вредно. И косяками земляне, надышавшиеся этой углекислой кислотой, ведут себя глупо. От машин уже перерабатываются бензином и от железа. Кстати, есть еще такое было время, железный век. И вот колесный век, когда колесо изобрели. Вот это очень важно, буду об этом рассказывать. Это даже вот жизнью первопредков, но не было таких машин. Были деревья, снега, были ягоды зимой, бабочки летали зимой. Было намного не менее глупо. Это углекислый газ от машин. Он топит снега, буквально под ногами, под подошвой. Одежда, носки, все пропитывается углекислым газом. И этот углекислый газ, он тоже сознателен. Потому что многие люди уже любят этот углекислый газ и обожествляют его. И он способен мыслить самостоятельно. И топит, топит снега. И многих вегетарианцев бьет. Их здоровье спины ломает, поясницы ломает. И многие, конечно, вегетарианцы будут злиться и вести войну с Богом. Войну с Богом будут вести. И может закончиться смертельной схваткой по ножовщине. Много людей сидят, тюрьмы переполнены. Все это углекислый газ и другие 99% миры против 1%. Все это 1% содержится. Все это личности. Вернемся к проблеме, что зимы нет. Сокращение моих любимых лесов и их площади в связи с ростом человечества и потребность в древесине требует вырубки массивных лесов. Никакие наслаждения не могут прекратить этого потока, на которое поставлено данное дело. А чем меньше деревьев на планете, тем меньше они могут перерабатывать машинные углекислые газы и негатив этого углекислого газа. И мысли. Итак, вывод. Это просто вступление. Сложная тема вегетарианства. Ведь 1% тяжело, тяжело быть одним процентом и тяжело держать себя в руках, потому что 99% портит буквально все. Посмотрите на мои дреды, опять же, на мою работу. Обосрали голову своими мыслями, потому что благодаря технике они слышат сейчас мой голос. У них может быть что-то где-то вибрирует одежда или сиськи вибрируют, к примеру, у моей мамы, у бабушки моей мертвой в гробу вибрируют сиськи. Ее плоти это не нравится, ведь это всего лишь копирка жизни первопредков. Нужен же человек рядом, который еще посмотрит, как реагирует тело. Все это сложная система, со временем я ее упорядочу. Мое тело, сознание. Какое есть на данный момент... Итак, вывод. Такое глобальное явление, как климат, кстати, мод в слове климат, это демон, служитель ада. И даже по радио есть такой артист мод, он служитель ада, он сатана, он тот, который отдыхает на Бали, ездит и в яхтах фотографируется и присылает свои фотографии. 99% моей страны поедут на Бали и будут с пляжа фотографироваться или возьмут катамаран в аренду и доплывут до этой яхты и будут фотографироваться, залезут на эту яхту или рядом будут фотографироваться. И, в общем, они привезут эти впечатления теплые, адовые. Об этом очень сложно говорить, потому что 1% об этом говорит. Зависит... И вот, в общем, глобальные явления, такие как климат, зависят от огромного количества факторов нашей планеты. Углекислого машин, машин зависит от количества многих. 99% ведь машина сама по себе не будет воевать с 1% или вот у меня деньги, я себе другую машину купил. Да, пускай Мерседес, БМВ, самая последняя технология, я бы себе купил, но я бы ее сделал под свой лад. А если б нет, я бы ее просто выкинул. Просто выкинул, она мне ни к чему, она не служит мне. Она служитель сатаны, я ее выкину. Пускай Мерседес. В частности, нельзя говорить, что увеличение массы выпуков заводов, которые не останавливаются на минуту, и автомобилей, и летательных аппаратов, выпуки их, и вместе с тем влага в атмосфере скапливается, в общем, только повышает температуру воздуха и заслоняет от солнца, как зеркало становятся его лучи, можно обратить внимание, что солнце уже не на планете, не существует солнца на планете. Это солнце уже далеко, и это только информация о солнце остается, потому что солнце, земля отдаляется от солнца. Это тоже очень сложная тема, буду по тексту сейчас говорить. Скопление дождевых кафель, облаков, наоборот, защищает землю от солнечных радиаций, от солнечных лучей, от ультрафиолетовых лучей. Пониженная температура, все чувствуют прохладу, когда солнце, их обжигают и бегут в тень. Это первый индикатор, то что надо всем помолиться и взяться за ум, и что-то делать, думать, привозить на следующую зиму новые впечатления о зиме, чтобы зима была как можно дольше, и даже летом пусть зима будет. Но все ездят за впечатлениями на Бали, куда ехать модно, есть свежую морскую рыбу на берегу модно, и заглатывать совершенно, не заботясь о родине, все, что не свойственно организме, ее природе, которая рожденный организм не свойственна, но они это будут делать. А так называемый человек модный, рапа циклических процессов, радиоприемников и всему много чему. Мой подростковый период еще сохраняется, потому что я 1%, а подростковый период этих 99% прошел, их гребень, их прически гребень спрятан под модельной человеческой стрижкой, и темперамент былой у кого-то пропал, у кого-то остался под их шерсткой, но уже под человеческой стрижкой. Протест против всех понижен, и такие темы, как глобальное изменение климата, из-за чего они происходят, и почему все это всего лишь временное любой бзик. Об этом нет времени размышлять, ничего не провоцирует, и дальше катают свои автомобили модные, и не думают ни о чем, даже чтобы выбросить мусор в полиэтиленовых пакетах, и то ездят на машинах, на автомобилях. Полиэтиленовые пакеты, тем временем, тоже виноваты, что зимы нет, лесов нет и тому подобное, жизни нет. Мой 1% подросткового вегетарианства, конечно же, не изменит ничего положение дел в моих подростковых словах, таких как сансара и тому подобное. Я ведь понимаю, что происходит на планете, на моей 99-пойнтовой планете, и кто пытается взять за меня ответственность за мою жизнь. Это беспокоит каждого. Моя жизнь подростковая, она беспокоит каждого. Ведь они там по телевизору ответственные взрослые, и в жизни они такие же взрослыми кажутся. Самая страшная опасность, что за меня кто-то хочет взять ответственность. Это беспокоит каждого из них. То, что никак у них это не удается. Это удается только временно. Или постоянно это удается, это уже удалось. Они за общий дом и за благополучную, спокойную и веселую игровую постановку под названием «Жизнь». Они за что? Вот за что они. Чтобы заводы и фабрики, механизм вкусных и современных продуктов, которые легко купить... Они за то, чтобы количество выбросов углекислого газа и других видов газов было еще больше. Так как в состоянии общими спартанскими движениями осознать наркотики, которые им внедряют. Наркотики у них поощряются для здоровья и для природы. Они так безгранично полезны. Все эти технологии, они полезны. Там они употребляют настоящие наркотики, которые служат им коротковременными галлюцинациями. Ведь всегда можно взять путевку на пляжик и там отдохнуть. Это их природа. А мысли такие их не посещают. Это активно поощряется во многих разных развитых странах. Под воздействием уже автомобильных телефонов и планшетов, велосипедов воздух станет чище, а погода лучше. Все это сознательный экологический вид для большинства, которые решают, как обстоят дела на местах. И берут ответственность за тех, кто эти места нарушает, этот новый экологический вид этих наркотиков. Используют энергию солнца и ветра с помощью этих наркотиков легко. Многих заставляют грубиянов извиняться, которые вмешиваются в их экологическую жизнь. Своими электростанциями внедряют и строят свой новый мир очистительных технологий. И строят себе еще много-много объектов, иллюзий, сценарий, постановок со скидкой и по акциям. Мысль моя понятна, донесена абсолютно верно, правильно. Поэтому снимал сегодня это видео, этот видео-день на тему защиту зимы и защиту своих родовых идей. Одного процента населения моей планеты, которое называется Middle Garden. А сейчас я пойду в мир без снега, где меня считают подростком, а сами они взрослые и хотят взять за меня ответственность. И каждое мое слово это глупое слово, которое не пошло по плану, предсказано ответственными людьми. Так они себя называют. И они каются моей внешностью и переодеваются в мои одежды. И ходят без снега. Или со снегом, но это постановка, специально подготовленная постановка. В общем, через две недели там, куда я сейчас отправлюсь, снега нет. Там одни углекислые газы, завозы не останавливаются ни на минуту. И 99% под моей вегетарианской одеждой ходят и пытаются думать моим мышлением. Но у них это, конечно же, не выходит. Но в их сознании это выходит и все у них получится. Ни во что они не ставят ни одного мое слова и будут дальше, будет мое тело, моя одежда будет дальше вывывать с таким называемым Господом и со всем, что будет происходить. Напоминаю, что у меня есть инстаграм, там можно наблюдать за моей спиной. Что сейчас происходит за моей спиной, показать я не могу. Поставить камеру за моей спиной, высказывать свои видео мысли я не могу. Поэтому там можно понаблюдать за моими ногами, за моей спиной, как двигается мое тело и что пишет мой затылок, очень важно. Конечно же, не с самого рождения ношу такую своеобразную прическу, на которую звериную прическу, где уже можно себя зверем называть в подобных условиях. И можно прикалываться с охотниками, что они охотятся на мне подобных. В общем, отправлюсь туда я, где называют европейскую зимой зиму модной. В общем, мое тело, мое воплощение ни во что не верит, не верит ни в европейскую зиму, ни в благодетели, которые пытаются под моими одеждами спрятаться и улыбаться мне, моими мыслями и моими глупыми мыслями, моими недодуманными мыслями. В общем, это все не важно. Не верю так же не в важность своих слов и не верю так же в свою нищету, которая с каждым днем так все больше нарастает и нарастает. Ну что, пока тебя!